Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, Ольга, практически всех уже начали призывать на войну с Украиной. С чем это связано? Не с тем ли, что набрать вот эти вот пресловутые 400 тысяч добровольцев не получается? Ну, конечно, не получается. А все, кто помогли, уже забрали. В общем-то, сразу после начала войны, полномасштабного вторжения, того, что в Кремле называют специальные военные операции. Потом был, что называется, пригожинский призыв, когда зэков забирали в ЧВК Вагнера. Потом была так называемая частичная мобилизация. Почему так называемая? Потому что, по большому счету, под соответствующий указ Путина могли попасть все, кто угодно. И мы даже долго не знаем, сколько на самом деле людей они мобилизовали. Более того, этот указ до сих пор не отменен. И, по большому счету, как только они захотят еще кого-то отмобилизовать, они смогут это сделать. Поэтому, собственно, все это непросто. И если уж добрались до военных производств, если так сложно сейчас получить бронь от призыва, но это как раз и подчеркивает, что уже остались, можно сказать, какие-то остатки. Ольга, вот неоднократно во время мобилизации всей этой частичной, как ее называют, мы слышим о таких случаях, когда призывают то многодетного отца, то человека с инвалидностью. Об этом все потом говорят. Это становится достоянием общественности. Какой в этом, честно говоря, даже какой-то смысл призывать людей с инвалидностью? Это все происходит из-за недосмотра или просто для того, чтобы же, ну, нужно же пополнить вот эту вот статистику, как-то там выполнить вот эти вот все нормы по призванным, по мобилизованным. И поэтому вот иногда получается так, что призывают тех людей, которые быть в армии в принципе должны и не могут. Для галочки, надо выполнить план. А каким образом выполнить этот план совершенно не будет. Вот там окажутся инвалиды, многодетные отцы, больные, плоскостопия там или еще что-то, совершенно не важно. Что называется, они план выполнят. Потом даже если придется кого-то отпускать, это будет уже совершенно другая история. Это будет не касаться данного военкомата. Они уже сделали то, что зависит, то, что для них важно. Если кого-то нужно отмазать за деньги, я думаю, что это они тоже делают. Но сейчас это делать все-таки, с одной стороны, не так просто, зато и плата возросла. Но как бы у бедных слоев российского населения денег на это нет. Поэтому, ровно поэтому, всех и берут. И, что называется, и кривых, и убогих, и многодетных отцов. Просто, знаете, вот не единичный же случай, когда многодетного отца, либо человека с инвалидностью, с какими-то показаниями по здоровью, которые предусматривают то, что он не может и не должен проходить военную службу, его все-таки мобилизуют, там обучают полтора дня просто, не знаю, держать в руках автомат, отправляют на войну с Украиной. В это время родственники пытаются оспорить решение военкомата. Но пока длятся все вот эти вот процессы, месяц-два, за это время этот человек приезжает возвращаться в Россию в черном пакете. Потому что он успевает погибнуть на войне с Украиной. Как вы думаете, власть российская не переживает ли по этому поводу? Почему задают такой вопрос? Потому что я сейчас, конечно, не имею в виду, что родственники этих граждан возмутятся, выйдут протестовать против войны. Я сейчас имею в виду то, что происходило с матерями, с сестрами, женами мобилизованных, которые выходили протестовать, но не против войны, а из-за того, что их мужей плохо научили и плохо снабдили оружием, амуницией для того, чтобы идти в Украину, убивать украинцев. Вот таких вот протестов не боится ли российская власть? Или, в принципе, ей уже давным-давно наплевать на подобные возмущения в российском обществе, которые все равно, как ни крути, к сожалению, имеют скорее очаговый характер, а не глобальный? Российская власть давно не боится обществе на собственных граждан. В первую очередь потому, что все российские чиновники боятся только одного человека, президента Путина. На остальных людей наплевать с высокой колокольни. Поэтому, собственно, что там с ними будет происходить, кого поубивают, кто вернется к Олегу, совершенно не важно. И, естественно, протестов они тоже не сильно боятся, просто потому, что сегодня в России диктатура, а при диктатуре особенно не попротестуешь. Но если там кто-то и выйдет куда-то, то быстренько всех, что называется, у контрапута. Поэтому для того, чтобы действительно ситуация резко изменилась, нужно, чтобы Легион Свободы России и РДК уже не только в Белгородскую область вошли, наверное, бы уже взяли Белгород, Воронеж, Курск и Брянск. Тогда, может быть, действительно как-то власть начнет волноваться и как-то вести себя иначе. Но я надеюсь, что эти события, точно так же и как результаты контрнаступления украинских войск, это наше, надеюсь, ближайшее будущее. Ольга, вот Госдума поддержала к первому чтению законопроект о праве ранее судимых граждан поступать на военную службу по контракту в период мобилизации военного положения, военного времени. Как вы считаете, зачем нужно фактически узаконить вот эту вот процедуру, поскольку мы знаем, что уже Минобороны так активно вербовал, что ли, да, вербовал, это больше, конечно, к Пригожину и Вагнеру, вот их подвинули от этой вот кормушки, и теперь вот Минобороны, собственно, сам занимается заключенными и их, соответственно, мобилизирует, скажем так. То есть зачем это сейчас нужно, вот в том числе на уровне Государственной Думы, принимать такие законы? Ну, смотрите, надо просто сильно узаконить то, что и в частной военную компанию служить в армии. Они уже служили в Министерстве обороны, потому что, собственно, усиление Пригожина, оно становится опасным. У Пригожина есть медийные возможности, у Пригожина есть частная военная компания. И Пригожин начал сейчас активно критиковать Кремль и резать, что называется, правду матку. Понятное дело, что он говорит не всю правду, но некоторые вещи, которые, собственно, не сильно приятно отслышать власти, он говорит. Понятное дело, что пока администрация президента считает, что это достаточно управляемый персонаж, и я не исключаю, что, может быть, они даже прикидывают, что они могут пустить его на выборы президента, чтобы сказать, ну вот, что же вы Путина называете людоедом? Да нет, Путин-то у нас не людоед, это вот Пригожин настоящий людоед, чтобы на фоне Путин казался чуть более чистеньким, чем он есть на самом деле. Это царь хорошие, бояре плохие, да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому это проект. На войну против Украины агитируют работников ракетных заводов. Отмечается, что российские инженеры набираются в новый батальон российской армии под названием «Уран». И вот сейчас приведу очень интересные цифры. Значит, работникам ракетных заводов предлагается единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей, ежемесячные выплаты по 100 тысяч рублей от батальона, ежемесячные платежи в размере не менее 170 тысяч рублей от правительства Российской Федерации, и ежемесячные платежи в размере не менее 50 тысяч рублей от регионального правительства. Это как минимум 4 тысячи долларов в месяц, что намного выше зарплаты в самом Роскосмосе. И тут, знаете, как говорил Иван Васильевич, который поменял профессию, за чей счет этот банкет, кто оплачивать будет? Ну, собственно, может быть, особо долго оплачивать. И не придет, как называется, убьют, утилизируют, но и там что-то семье выплатят, да и ладно. Вопрос же в другом. Почему работников ракетных заводов вместо того, чтобы дать им бронь, чтобы они изготавливали ракеты, призывают воевать там и стрелять из автомата? Не потому ли, что ракеты у них получаются какой-то не той системой, они потом не летают и считают, что уже без толку им выпускать ракеты, поэтому лучше пускай идут и умирают за царя-батюшка. Вот вопрос такой достаточно интересный. А насколько вообще целесообразно брать людей с инженерным научным складом МАК, которые выучены строить ракеты, создавать ракеты, отправлять их просто с автоматом стрелять, а кто тогда будет строить ракеты, получается? Я поэтому и говорю, что это несообразно вовсе. Поэтому из этого следует либо то, что власть совсем идиотическая, она, конечно, идиотическая, но, на мой взгляд, уж не до такой степени. Поэтому, скорее всего, вывод из этого такой, что эти ракеты не летают. Поэтому и, собственно, власти считают, что нечего этим работникам делать на этом заводе, поэтому лучше пускай идут и уют. Ну, вот знаете, сумма впечатляющая, это в 4 тысячи долларов, даже если единожды или дважды ему эту сумму удастся получить завербованному инженеру с ракетостроительного завода, тем не менее. Но эта сумма на порядок превышает зарплату в Роскосмосе. А мы же себе прекрасно понимаем, что Роскосмос, ну, это не на фабрику по изготовлению шариковых ручек устроится. Для этого надо иметь соответствующее образование, соответствующую квалификацию, пройти определенный конкурс, и, очевидно, не один. И все равно зарплата сотрудника Роскосмоса в разы меньше, чем он будет получать, если он пойдет, как оккупант на территорию другой страны Украины, убивать тут украинцев. Ольга, вы можете объяснить, почему этот очень простой вопрос, ну, правда же, для этого не нужно иметь какое-то специализированное образование, но почему этот очень простой вопрос не возникает в головах у большинства россиян? Знаете, у меня такой большой вопрос, я уже говорила, что вообще у России с ракетностроением. Напротив моей квартиры, в Петербурге, располагается Северный завод. В советское время на этом Северном заводе делали знаменитые ракеты С-300, и, собственно, он работал на полную катушку. Там даже к его проходной была проведена специальная железнодорожная ветка, ну, потому что С-300 тяжелые ракеты, их нужно было вывозить по железной дороге, по специальной ветке. Но уже достаточно давно завод не работает, все его помещения сдаются в аренду, и даже вот эту специальную железнодорожную ветку разобрали, там просто уже даже вельсы разобраны, и ничего не работает. Так что, думаю, что и многие другие заводы, которые работали в советское время, либо не работают вовсе, либо изготавливают что-нибудь, куда вставляют чипы из стиральных машин, импорт которых резко возрос через третьи страны. Как известно, все страны, которые импорт, условно говоря, стиральных машин из Финляндии в Казахстан, возрос просто в десятки, если не в сотни раз. При этом по бумагам эти стиральные машины туда приезжают, на самом деле их просто разгружают где-то в России, вынимают из них чипы и вставляют в ракет. Поэтому вопрос, что и как строят, что и как летают, что и как производят, очень большой. Я думаю, именно поэтому все и происходит так и в Косо. Но в ситуации войны, я думаю, прекрасно, что Шойгу вор, что они столько денег украли, что воруют на все, в том числе на производстве вооружения, по большому счету, чем больше они украдут, тем меньше смертоносного железа упадет на украинскую землю. Ольга, спасибо вам, что поделились вашим мнением с политическим аналитиком Ольгой Курносовой. Говорили о том, что в России сейчас на войну призывают всех подряд, и в частности о том, что вербовать на войну с Украиной начали уже даже работников ракетостроительных заводов.